закругляемся с ногам блок был такой ворочливые тоже знаете я живой человек накипает так вопрос ответим на вопрос я пришла за провод такой если захарка с общего стола захарка очень хочет есть с общего стола все всякую ерунду ему подавай все он это будет есть все что можно и нельзя как например я сделал пила чай с тортом пешка видели и он все равно у меня его выпросил а я добрая душа и дала аж 3 полных чайные ложки естественно с горка тоже торт потом его же высыпал непонятно от чего идет есть но сейчас например у меня суп не готов мне нужно готовить что я вот убиралась сейчас мы убирались до квартиру драйвами еще даже кухня осталось ну там со стола мама принесла провод против принесла избе кабель чтобы идешь и скидывать на ноут чтобы обработать не знаю загружать не загружать влог не хочется загружать в общем как-то так бывает да так нет желания вот я говорила что тут например мяч с несуарен я должна по идее супчиком я его раздавливаю на что и даю захар сейчас месту по мне мнением уже никому супа на тело только буду варить время уже 18 3 мне уже скоро мой домой придет у меня есть пюре и сосиски овощи это нормально для для ужина папе нашему будет мало папой мы разберемся он все понимает и папа знает что у меня где-то что-то болит мне бывает плохо вы понимаете метро понижается давление то повышает давление то не шутки вообще-то те кто влог мой смотрят не знают что я такие лекарства принимают такие мне проблемы с сосудами больная голова у меня бывают припадки я не бывает не могу встать и приготовить кушать поэтому на меня одного ребенка оставлять нельзя поэтому нужно чтобы не было рядом мои родители не все и жалко что мои родители до конца этого еще не понимает хотя у моего папы уже инсульт был у нас по папиной линии бабушки был инсульт у меня случился инсульт она в итоге умерла понимаете то есть у нас по папе на линии астма астматики астма идет и инсульт то есть многие болит голова голова почему не потому что все неважно те кто знают те знают все поэтому для меня был риск вынашивать малыша потому что 9 месяцев все эти лекарства принимать не могу расширяющие сосуды и так далее один сосуд у меня передавлен шеи надо кстати опять идти делать как узи или как дальше я выкормила ребенка год и три возьмем просто скажем год я свою долг выполнила теперь дело и затем что я опять начинаю принимать эти лекарства от них я поправляюсь девочки такие как пироцетам феназипама вот эти препараты я от них поправляюсь всякие вот эти панда панда гаммы панда гамактив я от них поправляюсь поэтому я такая в справ справно сейчас я принимаю немножко другие мне знаете для нервов но это все одно и то же это неврология все это взаимосвязано где-то как не сказали можем передали нерв даже в шее а у тебя горболит не лицевые нервы мне щас позвонила подружка с калининграда и говорит у нее сын на захарку на два месяца старше зовут глеб вот мы родились не в один года она мне у нее говорит у тети на работе работать женщин стало плохо перекосило все лицо тоже вот это невритный тройничного нерва там германия рядом деньги были поехали там обследоваться нашли в шее воду эта вода передавливала нервы или нерв нервы не не это уже не понимаете воду выкачали высосали она говорит за всю на на последние лет действий на город у меня пиры не болит голова естественно все с нервами стало порядке что болезней куча и бывает порез нервы порез то тоже когда вот нерв повредился где-то то есть я не просто я сейчас я сижу как дурочка защищаю себя мощный сказал вообще это не реагировать бардак не бардак у меня дома моего мужа все устраивает и когда ко мне кто-то приходит и меня бардак я должна пыль протирать но я не должна постоянно собирать игрушки да сынок потому что бесполезно я их только соберу я могу их собрать перед тем как он лег спать уже все он встанет и их опять разберет я не буду ходить за ребенком собирать это ненормально вот когда ребенок будет ложиться спать тогда я подниму все игрушки и уберу их опять вот пыль можно несколько раз денег вытирать это как мне говорят даже не сильно аллергик и аллергики которые почти все аллергики даже у людей многих пыль на аллерген на пыль люди об этом не знают чихают там чихнули даже не сидишь не думаешь о блин все я аллергик нет если вот даже вот ребенок он должен иметь контакт с аллергенами поэтому дети которые растут животными собаками с кошками они уже изначально когда родились они уже имеют контакт с аллергенами эти люди в соответствии когда будут взрослые уже у них правило аллергии на на это не будет на кошачьи на кошачьи перхоть там помню на шерсть аллергии а именно на перхоть что ли тогда кожное выделение вот эти то есть на самом деле порой надо иметь иметь контакт с аллергенами как мне сказал аллерголог ладно не важно в общем я себя вот последний раз я об этом говорю больше говорить об этом не буду это знаете кажется свет человеку нормально что у него внутри что у него внутри болит мы не знаем несет он как мы идет инвалид хромает мы видим что хромает даже тоже троничный нервы перекосила харю человека вот мы видим да теперь и да все человеку плохо человек болеет давайте не будем допускать да и ничего не перекрашивал короче все я закрываю эту тему видите меня это задело я не хочу а такого не хочется не влоги ничего снимать у меня вроде бы был иммунитет потом что-то вот иммунитета нет это знаете как пмс предменструальный синдром где-то вот эти последние три дня до месячных женщина все цепляет она нервозная она нервная таки меня сейчас хотя у меня не пмс в общем ладно я про что говорила я говорила про а я говорила про общество вот так как вы сейчас я супа нет обычно я кормлю захарку на обед супчиком то вот эти вот баночки тема и овощной вот он съест их потому что мне потом дальше на у меня есть пюре пюре она обалденно любит он съест пюре и даже я дам ему сосиску либо котлету но как это сегодня не будет сосиска или не дам сосиску съест опять же что-то из овощной баночки а к чему я раз твои заболевания чтобы понимали я сижу тут вещаю девочки у меня бывает очень не очень бывает плохо это надо принять и это не изменится инсульт бывает у младенца инсульт бывает у детей маленький болеть в 60 лет упасть от инсульта инфаркта или в 20 в 30 сейчас это заболевание все мы знаем что она понизилась до по возрасту сейчас вся молодежь вот и мы дети своих родителей почему мы такие дохлые наше поколение да вот этому такими не все но вот большинство это задавайте вопрос себе старшее поколение почему мы такие дохлые почему такая плохая экология почему те кто вы нашу меня или бабушка мою маму или кто-то папа я уже говорила что мужики 70 процентов дают свой ген мужики вы пьете бухаете делайте детей ну хоть это клей кто-то взять наркотики принимает до детей на состряпал это все передается с вашей спермой так его создался ребенок понимаете не только женщина во всем виновата женщина же что да вот я про захар кува нашего мы запомним даю в инфекционной больнице мне выписали антибиотик мощный антибиотик они мне сказали а что делать надо при принимать я приняла я взяла на себя ответственность траванула ребенка от этого от этих антибиотиков принять антибиотиков на рождаются аллергики потом вот почему почему катя на проблемы с анестезией почему такая катя кривая коса да потому что не просто так это именно все идет с того момент всех вот будь здоров сыночек свынашивание детей курила ли мать пила ли мать принимала ли она какие-то препараты лекарства какая была обстановка вокруг нервы 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 и знала твоя мама моя нервничала а помню даже руку сломала и она вот помню не рассказывал что на одной рукой так как она была беременна уже в живот бы боль большинки была на комнату же нужно зал к рождению меня папа на работе был и клеила она сама обои благо обои знаете может кого-то были все квадратики прямоугольные их очень часто все-таки клеили в коридоре но у них они наклеены были в зале как кирпичом короче такие обои бы и вот это кусочек ей было как бы самой но кстати за все равно до потолка все вот это нас она клеила с одной рукой а другая рука была в гипсе я не знаю чего она принимала чего не принимала говорится ничего не принимала не суть не суть я хочу сказать что чем дальше тем поколение дохлая 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 люди все дохлые кривые косы я была у аллергу была у стоматолога на я не спрашиваю когда мне вот на скорой забрали я у нее спрашиваю много таких аллергиков она говорит сейчас очень много раньше такого не было не знали бы они куда они ходили молчали или что ну невозможно молчать если тебя болят зубы правильно сейчас разговариваем него здесь например болит нерв потому что перевозбуждена я много разговариваю при неврите лица даже разговаривать не улыбаться я вообще не могу я когда улыбаюсь потом свожу назад губу они меня в состоянии покоя и меня здесь все немеет так-то она не видно понимаете она говорит очень много аллергиков почему непонятно откуда мы знаем может быть мы что-то делаем не так может мы принимаем гомеопатию гомеопатия же стала бады ну это я не говорю за себя про то что аллерген анестезия потому что что с людьми откуда этот так много рака этого берется мы не знаем мы только можем догадываться ищем а раку надо это гриб этот кандида в организме то грибок вот этот все там плесень не знаю это я хотела рассказать по поводу того что есть захар я как всегда рассказала нет захар вес вес общего стола и еще плюс дайте баночки есть это все не так спокойно если я знаю что он поел и точно баночку он тоже что точно съест а со стола много съесть не может так и зато и докармливаю ему этим баночками он у меня сыты я знаю что у меня с этим более ребенок остался без грудного молока варю ему компот компот не знаю все-таки щечки у него постоянно красный красный прям с кусками вот эти шелуши шелушки раньше я думала что я его грудью кормлю я принимала там бурсосан это для желчного где-то кого-то витамин выпила это что-то выпила и думала что этот или я что съела думала что это я виновата сейчас я его этим не кормлю это он где сам может быть много фруктозы раз это компот там может быть много фруктозы и потом фруктовое пюре минимум 2 2 пирожки в день сюда как-то так второй вопрос что по поводу зубов зубы вчера вечером я съездил к стоматологу муж меня свозил захаром они машине были поликлинику государстве на что она мне сказала по поводу скандинеста она испугалась колочь от которого него давление повысилось хочу хочешь умереть было было давай говорит на живую я говорю у меня болевой порог понижен короче по очень пока она просто посмотрела на эту пломбочку там она и уже сняла чего я и боялась она горнутия уже все на пломбы там нету сего ты сейчас можешь уходить но у тебя ты пойдешь как бы с дырявым зубом смысле дает мне зеркало сотрена пломбу отодрала то есть она схитрила и мне пришлось на живую сверлить и было больно да местами было больно и там все дергалась в общем пломбу на одну фигню поставили на одну часть не нужен другой зуб делать и на этом же зубе есть такое место на что они говорят уже два врача что-то зуб стирается давай не стоит трогать но почему-то у меня когда вдыхаю там фонит но так как там я думала что это было там где разрушенная пломба вчера мне его полечили это уже не то место значит и получается то место где они говорят что она стерлась стирается зуб значит там как эмаль пропускает вот это вот они понимаете это на коней на конце зуба и они говорят мы посверлим тебе ты во первых охаешь ахаш во вторых мы поставим пломба это пломба быстро светит еще девочки я их и сказала стоматологии в государстве не самую лучшую пломбу поставки эта пломба стоила 1100 рублей я забыла сказать за паре узнать какая-то не немецкая или японская потому что я только не лучше я так и не узнала и для меня теперь непонятно какая это пломба и вообще муж мне сказал что это очень дешево для хорошей пломбы потому что за все я заплатила там за что за что-то за что-то вот 1100 пломба плюс 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 все заплатила 1600 в кассу клинике поликлиники он говорит этого мало конечно дело не в том что как это государственная поликлиника возможно там за процедуру за работу можно не берут я не знаю да я это не узнавала вы знаете у меня такой стресс был я уже подъехала мне привезли к поликлинику мне уже плохо стало потому что действительно мне уже плохо и страшно это имеет место быть там ничего я не поснимала и вдруг не стресло уже и я когда зашла к ним кабинет там было четыре кресла и работал телевизор мне это не понравилось это не понравилось то есть понимаете государственная поликлиника заходит на четыре кресла и я была еще три трех человек лечили как конвейер и про удаление зубов она сказала что лучше под общим наркозом удаляйте и куда ты торопишься не надо ничего удалять ходи так и груда говорю у меня я нахожу затородном возрасте я могу в любой момент забеременеть но у меня поняли да правильно же вот потом по извините беременные под общим наркозом нельзя будет лечить зубы также грудное вскармливание полгода хоть ребенка кормить надо потому что он маленький ну это ладно ну короче не туда не сюда и поэтому я говорю надо удалять быстрее зубы потому что чтобы я тоже могу сейчас успокоиться забить на это и забыть а потом он все ладно давайте пока я уже на куда уже 18 минут болтаю представляете вообще я считаю необщительным человеком все ладно давайте пока пока